...вампиров, актёры театра музыкальной комедии начали вживаться в роль. В одной из томатологических клиник им изготовили специальные зубные протезы. Всего, по просьбе постановщиков, врачи сделали 40 индивидуальных челюстей. К ним исполнители должны привыкнуть, чтобы ощущать, как собственные. Как стать поющим вампиром, знает Алексей Кобылков. В полутьме гостиной мерцает экран телевизора. Иван Ажогин вживается в роль главного вампира, графа фон Кроллока, уже давно. Хотя репетиции на сцене театра музыкальной комедии идут только последнюю неделю. Во время репетиции балл вампиров не выглядит чем-то особенно захватывающим, очень страшным. Но на самом деле декорации сменятся 75 раз, количество задействованных костюмов больше 200. Так что недостатков зрелищности точно не будет. Вся режиссерская бригада из-за рубежа. Актеры из Москвы и Петербурга. Сияя, пока еще свои привычные улыбки, Александр Суханов заходит в кабинет стоматолога, чтобы выйти оттуда настоящим вампиром. Куки по высоте сделаны с учетом вашего прикуса, поэтому если что-то будет неудобно в процессе репетиции, вы должны понять это, прийти ко мне, я тогда подточу, что-то уберу. Можно приклеить. В принципе, на весь спектакль будет хватать. Это вредно, да? Александр – второй исполнитель роли фон Кроллока. Текст тот же, зубы другие. Для всех актеров, а это десятки человек, клыки делали индивидуально. Забавно. Дикция меняется немножко, и придется нам, ну, конечно, придется порепетировать, поработать, чтобы текст не пропадал и не мешал. На фоне бормашин голубоватые челюсти с подписанными фамилиями смотрятся жутковато, но режиссер «Вампирского балла» Корнелюс Балтус не склонен драматизировать. Нет, у меня никаких специальных требований к публике нет. Единственное, что я бы сказал – не бойтесь, они уже здесь, они вокруг вас. Просто придите, и вы увидите. Это вообще смешная и глупая история, добавляет он. И учитывая, что зал театра музыкальной комедии мало похож на стоматологический кабинет, бояться, пожалуй, и правда не стоит. Алексей Кобылков, Виктор Худи, Кирпалий, НТВ, Петербург.